В 88-й выпуск «Библиотечный квант» история такая. Она, на самом деле, практически совпадает с книжкой «1001 задач по математике». Но, когда была написана «1001 задач по математике», в некоторый момент вдруг издательство жестко потребовало, что страниц должно быть 208. В последний момент они не дали мне ничего изменить, а просто последние самые замечательные резалища. Но, к сожалению, издательство в деле так бывает. Иногда просто вот такие... Последний кусочек, который я считал, что будет таким самым замечательным, замечательным. Четыре числа. Их сложили всевозможными способами по два числа и получили следующие суммы. Два, четыре, девять, девять, четырнадцать и шестнадцать. Какие числа были написаны, надо с кем? А, Б, С, Д и сложили. А плюс Б, А плюс С, А плюс Д, В плюс С, Ц плюс Д, В плюс Д. Часть суммы. Но порядок неизвестен. То есть совершенно непонятно, суммой каких двух является двойка, а суммой каких двух является четверка и так далее. Оказывается, все-таки информации хватает. Можно понять, что же это за число. По два. Складывали по два числа. По два числа? Да. А они обязательно разные? Нет, это никто не сказал. То есть может быть разные, может быть одинаковые. Что-то, какая история? Если бы они все четыре были одинаковые, то соответственно и все шесть сумм были бы, конечно, одинаковые. Но с другой стороны, где-то, почему бы и нет. Если бы у нас какие-нибудь два числа были одинаковые, например, вот эти два одинаковые, тогда эти были бы одинаковые суммы. Но это не страшно, у нас есть одинаковые суммы. Но ведь и эти были бы одинаковые. Все числа обязательно разные. Это условие не сказано, но это сразу следит. Списк эти самые суммы. Нет, мне не интересен ответ. Мне интересно, как вы думали, как вы их искали. Я просто складывал разные числа. То есть начало с того, что тут две девятки. И тут одно число ноль. Вот. И получилось то, что девять плюс ноль. И еще еще семь плюс два. Тогда можно сделать два плюс ноль. Понятно. То есть вы подбирали числа. Но это плохо, потому что чисел на свете бесконечно много. В задаче не было сказано, что числа обязательно целы. Поэтому перебором все числа просто невозможно пройти. Ваш перебор? Нет. Вы придумали числа, но вы не можете объяснить, почему нет другого способа. Замечательно, что вы придумали какие-то четыре числа. Даже не надо говорить, потому что намного интереснее все-таки найти, доказать, что других нет. Но в задаче требовалось не просто придумать, требовалось именно найти все варианты. Вообще, ребят, когда требуется только придумать какой-то вариант, то в задаче обязательно об этом явным образом пишут. Когда в школе вам говорят, решите уравнение, это не значит, что нужно найти какое-то одно решение. Это значит, что нужно то, что узнать. Есть у этого уравнения решение, нет. Если есть, то сколько и так далее. Когда нужно придумать какое-то одно решение, так и пишут. Найдите хотя бы одно решение, или найдите по крайней мере три решения, ну и так далее. Даны четыре числа, и их складывали по два, получили шесть ответов. Вот они эти шесть ответов тогда с ним не вынесли. Требуется узнать, что были за числом. Найдите А, Б, Ц, Д, если набор сумм состоит из тех, 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 тех. Да, пожалуйста. А могут быть числа больше десяти? Конечно. И отрицательные могут быть. Да, что? У меня же может получилось, что А плюс Д плюс Ц плюс Р равно семнадцать. Семнадцати? Да. Это что-то я не верю. Вот если бы вы сказали восемнадцать, я бы вам поверил. Дело в том, что я вообще не понимаю, как это эти чисел. А, восемнадцать. Восемнадцать. Да, это правда. Даже могу объяснить, почему. Вы видите, что вот эта вот сумма, плюс вот эта сумма, это сумма всех четырех. Вот эта сумма и эта сумма, тоже сумма всех четырех. Эта сумма плюс эта сумма, тоже сумма всех четырех. Поэтому, если вы посмотрите, поскладываете эти числа, то должно быть такое явление, как три одинаковых ответа, да, но как это сделать? Это просто-напросто, сложить все эти числа, вообще все. И, смотрите, складывая все-все-все, будет 6 плюс 18, это 24, плюс 34. Замечательно. Но, когда вы складываете, вы же складываете A плюс B, A плюс D, то есть A входит три раза. И то же самое, B входит в эту сумму, в эту, это тоже не раз. То есть 54 делите на 3, получаете 18. Так, сумма всех четырех чисел 18. Ну и что? Много бывает четверых чисел, у которых сумма равна 18. А чтобы получить одну сумму, там можно складывать три числа? Нет, конечно. Только два. Изначально в задаче абсолютно не сказано, какие числа. То есть в конце у вас получится реально какой-то ответ. Ну, там один-два ответа. Вот. Но заранее совершенно не сказано, что же это за число. Да. У меня 2 часа готово, 0 и 2. А не в любом случае будет, потому что другим способом 2 нельзя пустить в тарень. Нет, 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 ребята. Это, вот на это я точно не согласен. Да, конечно. Да, кстати, если кому-то здесь холодно, можете надеть там шубы, валенки, совсем все, что угодно, ребята. Нет, нет, я вешу, так просто глупо мучиться, если кому-то кажется, что холодно. В русском языке есть такая поговорка. В трех соснах заблудился. Да? Замечательно. Здесь у нас чисел 4. Но давайте обсудим, почему, собственно говоря, человек может заблудиться в трех соснах. Объясняю. Когда у вас есть 3 предмета, то вообще-то переставлять их между собой можно даже не тремя, а даже шестью способами. А когда у вас есть 4 предмета, вы представьте себе, у вас есть какие-то 4 предмета. Сколько способов их переставить? 24. 24. Вы берете первый предмет, ставите на любой из четырех. После этого второй ставите на любое из оставшихся. Третий ставите на любое из оставшихся. Получается 4 умножить на 3 умножить на 2. Ну, последний стоит единственным образом. Это 24 варианта. Ребята, есть простая идея, которая в большом количестве задач уменьшает сложность, позволяет вам гораздо лучше рассуждать. Смотрите, идея такая, если вам даны 4 числа, то вы можете считать, что они вам выписаны в порядке возрастания. Ну, или, если хотите, в порядке бывания. То есть, в порядке выписаны. А именно, давайте считать, что число А, следующее В, следующее С, следующее Д. Ну, на самом деле, я уже объяснил, что они могут совпадать в этой задаче. Но не так важно. Просто выписываю по порядку. И как только мы их выписали в таком порядке, становится намного проще составлять в равнине. Раньше вы думали, что число 2 – это одна из сумм. И не понимали, куда писать, что или А плюс Б равно 2, или А плюс Д равно 2, или Б плюс 2. Кто знает? А как только выписали по порядку, вы сразу же пишите, что это не что иное, как А плюс Б. Замечательно. А следующее по величине сумма какая? А плюс С. А плюс С. Совершенно верно. Следующее по величине А плюс С. Так, вот дальше, дальше есть неприятная штука. Потому что вы не знаете, что больше, А плюс Д или Б плюс С. Ну и не знаем, не знаем. Давайте я те, что знаю, уже нарисую отрестник. Значит, А плюс Б знаю, это двойка. А плюс С знаю, это четверка. И посмотрю наоборот на самую большую. Чтобы получить самую большую сумму, что надо суммировать? С плюс Д. С плюс Д абсолютно верно. С плюс Д это 16. Следующее по величине это, конечно, Б плюс Д. И вот тебе остались два варианта. То ли Б плюс С равно 9, а А плюс Д равно 9. То ли Б плюс С равно 9, а А плюс Д равно 9. Ну смешно, да? Потому что здесь специально в задаче написано одно и то же число. Для того, чтобы вот именно в этом месте получилось бы одно и то же. А плюс Д и Б плюс С это 9. Таким образом, мы получаем систему из шести уравнений с четырьмя неизвестными. Каким образом решать эту самую вещь? Ребята, я думаю, проще всего сделать так. Из первого уравнения мы получаем, что Б это 2 минус А. Из вот этого уравнения мы получаем, что С это 4 минус А. То есть я все выражаю через А. Теперь это сюда. Смотрите. Д это 16 минус С. Ну и хорошо. Д это 16 минус С. То есть это 16, из которого вычерить 4 минус А. А это 12 плюс А. Хорошо. Хорошо. А теперь смотрите. Про Б плюс Д на самом деле уравнение есть. Но с другой стороны оно уже автоматически выполняется. Потому что 2 плюс 12 это как раз 14. А минус А плюс А исчезает. Это неинтересно. Это неинтересно. А вот то, что Б плюс С это 9, это очень интересно. Смотрите. Смотрите. Это же у нас что такое? Это 2 минус А. С. Это 4 минус А. Все это вместе 9. Очень интересно. Получается, что 6 минус 2А это 9. То есть 2А это минус 3. Отлично. Отлично. Я нашел ответ. А это минус 1,5. Соответственно, когда я не могу прочитать минус 1,5, я получаю на самом деле 2 плюс 1,5. То есть 7,2. Когда я не читаю, то соответственно я получаю 4 плюс 1,5. То есть я получаю 11,2. И, наконец, что такое 12 плюс А. Это 20,1,2. Так, теперь давайте быстро проверим. Значит, А плюс Б это 4 вторых, то есть 2. А плюс С это 11 минус 3, 8,5 это 4. А плюс Б это действительно 9. В плюс С тоже 9. Ну, ребята, мы действительно все начали. Мне на самом деле в этой задаче мало интересно вот это вот решение линейного уравнения, потому что это у вас обязательно научат. Невозможно закончить школу, если вас не научили решать с тем линейным уравнением. А вот идея. Во многих задачах, когда говорят о произвольных числах, полезно эти числа написать по возрастанию. Спасибо.